Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыков. Сегодня у меня в гостях глава городского поселения Щелкова Александр Шалыгин. Добрый вечер, Александр Анатольевич. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уже мы жители. Напоминаю зрителям, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 567-1440 и 567-1450 и задавать мои вопросы сегодняшнему гостю. Александр Анатольевич, мы с вами встречались примерно полгода назад, чуть больше, наверное, в этой же студии. Тогда вы еще были, так скажем, относительно новой глава нашего поселения. Как раз полгода только прошло с момента избрания. Сейчас уже больше года, поэтому уже есть какие-то наработки, естественно. Но все равно говорить будем так вначале официально, что называется. Какой-то отчет небольшой, может быть, за это время был. Ну, а поскольку у нас самое главное сейчас, как говорят, просто денег нет, вот у нас, а у нас как раз в городском поселении просто деньги есть пока. И по итогам прошлого года, я имею в виду, исполнение бюджета городского поселения, и по итогам первого квартала. Ну, вот поэтому первый вопрос такой, за счет чего достигнута такая положительная динамика. Ну, и, соответственно, куда планируется направить те свободные средства, если они будут, конечно. Ну, вы знаете, положительная динамика достигнута благодаря хорошей, четкой работе финансового управления. И, соответственно, несмотря на то, что бюджет был принят с дефицитом, за достаточно короткий период времени, за первый квартал этого года, этот дефицит был устранен. Сейчас мы, в общем-то, в профиците находимся, и даже по последней корректировке бюджета нашли возможность выделить дополнительные средства на различные программы. Поэтому я считаю, что в этом смысле, дай бог, и в дальнейшем в этом году бюджет позволит нам осуществить те задачи, которые мы перед собой поставили. Ну, если можно, тогда уж это никакая не тайна финансовая государственная в абсолютных цифрах, да, какой у нас сейчас профицит сформировался, и, соответственно, на какие программы будут пущены эти деньги. Ну, вы знаете, сейчас о профиците как таковом говорить не стоит, поскольку мы только что уже на последнем заседании Совета депутатов приняли решение о распределении этих средств при корректировке. Хочу только сказать, что основные усилия на сегодняшний день бюджетные мы направили на социальные вопросы, на вопросы культуры, на вопросы спорта, на вопросы благоустройства. Поэтому, в общем-то, и бюджет-то наш составлен, в общем-то, как социальный бюджет. Ну, о культуре и спорте мы еще поговорим. Давайте начнем все-таки, наверное, с главной проблемы, с благоустройства. Вот сейчас у нас в поселении реализуется программа благоустройства 20 дворов, которая должна к 1 августа уже завершиться. Если можно, подробнее расскажите, соответственно, какие-то адреса, кого затронет эта программа, ну и что там появится в рамках выполнения этой программы? Ну, вы знаете, что у нас благоустройство, серьезное благоустройство, началось, в общем-то, с бюджета 2015 года, когда после сложения полномочий и выделили высвободивших средств за счет администрации Городского поселения Щелкова, а это примерно 128 миллионов, эти средства были пущены именно на благоустройство, чего не было до этого никогда. Поэтому в прошлом году эта программа была выполнена практически на 90% под программой благоустройства. Многие жители почувствовали это на благоустройстве своих дворов. В этом году, в 2016-м, в бюджет, опять же, были заложены деньги для того, чтобы благоустроить еще 20 дворов, и сегодня эта работа уже началась. Если по адресному перечню я могу перечислить, у нас здесь получается 20 дворов. Пролетарский 21, Пролетарский 11, Пролетарский 17, Талсинская 16, 18, 14, 20, Талсинская 2, Полевая 12, 12, 12, 12, Б, Сиреневая 8, Сиреневая 4, 4, Африановская, Шоссе 68, Центральная 43, 45, Комарова 18, Корпус 2, Первый Советский 4, Свирская, Дом 12, Октябрьская 24, Институтская 17, Институтская 27, улица Ленина 3, 4, 1 двор, Стефановского 3, 4, Циолковского 2, 6, Жуковского 5. Вот этот вот перечень, который на сегодняшний день принят к благоустройству. Работы, как я уже сказал, начались, и буквально на прошлой неделе я объезжал несколько территорий, где началось благоустройство. Ну, что я вам скажу, меня радует то, что происходит сегодня в городе Щелково, потому что там, где это благоустройство до этого никогда не проводилось, сейчас уже жители, скажем так, видят и качественные парковки, и, надеюсь, в ближайшем времени увидят красивые архитектурные формы малые для своих деток, и спортивные площадки, и освещение, и лавочки, и все то, что мы связываем с комплексным благоустройством. Ну, вот насчет детских площадок все ясно, это, в общем-то, тоже и губернаторская программа благоустройства, и озеленение у нас проводится, вот по улице идешь, постоянно что-нибудь сажают, и деревья, и цветы. И, ну, насчет вот дворовых территорий, я имею в виду, дорог во дворах, вот, по-моему, все-таки самая сложная проблема. Вот вы упомянули сейчас Жуковского 5, но я помню вот еще совсем недавно, на памяти, там Жуковского, рядом совсем Жуковского 4-2. Жуковского 4-2. Да, и вот наша тоже территория здесь рядом, Толстинская 7. Едешь по дороге, едешь по улице, где в основном поток машин идет, вот вроде все нормально, ну, а стоит свернуть во двор, и сразу проваливаешься. Вот как решается проблема именно с этим, с асфальтом во дворах? Ну, Жуковского, улица Жуковского 2-4, знаете, это вот как раз мой округ, это вообще кость в горле, по большому счету, вот, и эта кость в горле, она стоит, и, естественно, вопрос будет решен. Другой вопрос, что нужно для этого некоторое время. Поэтому все дороги, внутри дворовые территории, которые на сегодняшний день неблагоустроены, имеется, ну, необходимый ямочный ремонт и вообще капитальный ремонт, значит, обо всех этих дорогах мы, конечно, знаем, вот, и совместно с администрацией решаем таким образом, чтобы были выделены средства, чтобы эти дороги в этом году были отремонтированы. Что касается, вот, Жуковского 2-4, я, это, поскольку это мой округ, я хочу своим избирателям сказать, что вопрос решается, я надеюсь, что до, скажем так, до снега мы его решим окончательно. То есть асфальт на снег класть не будем? Асфальт на снег класть не будем. Ну, сами понимаете, что дороги – это самый материально затратный вид благоустройства вообще. Но, посмотрите, в городе сейчас идет, ну, скажем так, очень активно ремонт дорог. Это и на микрорайоне Чкаловске все видят, а вот эта объездная дорога делается качественно, вот, контролируем процесс. Это и по городу сейчас ямочный ремонт. Просто, ну, не хватает средств. Поэтому потихонечку, потихонечку, в течение года, в течение следующих лет, эти дороги будут, конечно, приведены в соответствующий порядок. Потому что без этой транспортной инфраструктуры, конечно, мы никак качество жизни не приобретем. Вот, как-то так. Ну, я хочу добавить к вашим словам буквально. Сегодня Главное управление дорожного хозяйства Московской области опубликовало список, так скажем, лидеров и аутсайдеров по, правда, только по ямочному ремонту дорог. Все-таки у нас сейчас в основном внимание именно такому ремонту уделяется. Понятно, что его проще и дешевле делать, хотя и делают его по новым технологиям. Сейчас как-то там какой-то горячий специальный асфальт заливают, что так быстро он не улетучивается, как раньше. Ну и вот, правда, не наш город, не городское поселение, а в целом Щелковский район оказался в пятерке лидеров. Там цифра приводится, значит, с начала года, правда, на первом месте Королев, а Щелковский район на четвертом, значит, заделано, там прям почитали, 155 ям в целом по району. Ну, за нами следует РУЗ, там уже что-то там чуть-чуть больше 100. Приводится, ну и даже вот города какие-то, муниципальные образования, которые рядом с нами, с нами это Фрязино, Звездный городок, который был в аутсайдерах, но там, правда, территория небольшая, но там тоже у них 9 ям заделано, попало в отчет, и то это считается, что уже какой-то прогресс. Я вам скажу, четвертое место, это очень хорошо. Это в целом по району среди всех образований. Да, это благодаря, в общем-то, и жителям в том числе, поскольку многие люди отслеживают эту проблематику и пишут и на портал Добродел, и по горячей линии, и большое спасибо им за это. Спасибо администрации, что очень много сил и средств вкладывает в это очень нужное дело. Александр Анатольевич, у нас есть первый звонок в эфир, давайте послушаем. Добрый вечер, вы на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я проживаю по первому советскому переулку, дом 4. И хотелось бы задать вопрос. Будет ли благоустройство в нашем дворе? Там между вторым и третьим подъездом стоит лужа уже много лет. А во время дождя и вообще выйти нельзя, то хоть на лодке плыви. И будет ли строиться детская площадка? Извините, как вас зовут? Валентина Михайловна. Валентина Михайловна, буквально сегодня мне на электронную почту пришло письмо как раз с вашего двора. И задается вопрос и по детской площадке, и по освещению в том числе. Значит, что я вам хочу сказать. Поймите правильно, что в один год решить проблему благоустройства по всем дворам, конечно, очень сложно. Но, я думаю, если вы будете плотнее взаимодействовать со своим депутатом по вашему округу... А у нас нет депутата. Почему нет? Ну, он ушел. Это 15-й округ? Значит, если у вас нет депутата, вы можете взаимодействовать со мной, как с главой городского поселения. Более того, я вам скажу, я сегодня уже это письмо, скажем, взял на контроль. И если не в этом году... У нас Никулин был, он же ушел от нас. Ну, как ушел? Будет туда выбор и будет у вас другой депутат. Если нет вашего депутата, есть глава городского поселения, который может исполнять и помогать вам в решении этих вопросов? Ну, в общем, наш двор как будто изгое. Где-то что-то делается, нас обходят. Антима Михайловна, поверьте мне, это не так. И помогите, пожалуйста, нам с пьяницами. Они нас уже достали, уже все лавочки сломали, так они устроились у детской песочницы. Валентина Михайловна, давайте мы сделаем так. Вы оставьте свой телефончик помощнику, который сидит там, и мы с вами встретимся и решим этот вопрос. Договорились? Спасибо, Валентина Михайловна, спасибо за ответ на вопрос. Продолжаем. Ну, все с дорогами более-менее ясно. У нас остается еще одна тема, которая, наверное, всегда волнует наших жителей. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой видеосюжет. Мы сегодня вышли с нашим оператором на улицы нашего города, и я задал вопрос гражданам, какие с их точки зрения наиболее актуальные проблемы касаются жителей Щелково, ну и, соответственно, всего городского поселения. Давайте посмотрим, потом продолжим разговор. Коммунальные услуги настолько дороги, вот если у меня пенсия 9200, 9800,5 мы платим за квартиру двухкомнатную. Это ненормально. Дороги. Вот мы живем в китайской стене, у нас, значит, там бордюров нету, и машины все стоят на тротуаре. И вот приходится ходить по проезжей части. Надо, чтобы сделали высокие бордюры, чтобы машины не заезжали на тротуары. Чтобы у каждого подъезда хотя бы лавочку поставили одну. Почему? Потому что идешь, допустим, с рынка с сумками, отдохнуть негде. У нас проблема только ЖКХ, наверное, неразбериха. А так, значит, все нормально, мы довольны. Особенно нам нравится набережная. Посмотрите, как ухаживают, как моют, стригут, все. Мы здесь с внуком гуляем, нам очень нравится. Проблема – речка грязная, вот, да. Самое главное – это гречка, потому что как не выйдешь, постоянно что-нибудь сплавает, где пахнет невкусно. Ночные посиделы в киводворе, орут, кричат, ругаются. Дороги, скорее всего. Это самая актуальная проблема, это точно. Дороги. Дороги, дороги, еще раз дороги. Вообще экология, я думаю, на первом месте. Но это вот в последнее время, как у нас воздух более-менее, а то были проблемы такие, что вот ночью, я помню, то вот это вот задыхаешься. Ну, я думаю, что перспективы город становятся более краше, более как-то обжитой. Поэтому, что я вам могу сказать? Нет, я хотела бы добавить, все-таки нужно посмотреть наши дороги. Вот это самое главное. Ну, остается желать, конечно, стремиться всегда надо к лучшему. Поэтому и все получится. Ну, вот, как видим, наши жители, в общем, в целом довольны, так скажем, основным развитием и благоустройством. Действительно, очень много делается у нас в городском поселении и в районе в целом. Но проблемы остаются. Одну проблему мы уже обсудили, собственно, и подавляющее большинство жителей тоже на первое место все-таки ставят дороги. Ну, остается, конечно, проблема еще ЖКХ. Вот, не могу не коснуться ее тоже. Поднимали мы и в прошлом году эту тему, и продолжается она и в этом. Это, конечно, и двойные платежки, и завышенные тарифы. Причем, даже вот одна из опрошенных житель сказала, что у нее дети живут в Ивантеевке, казалось бы, совсем рядом. У них трехкомнатные квартиры, у нее, соответственно, с мужем двухкомнатный пенсионер. Так они за трехкомнатную квартиру, которая чуть ли не на 50 метров квадратных больше, платят столько же, сколько у нас за двухкомнатную. И говорят, вот на пенсию прожить можно, да, то есть она с мужем получает пенсию, и одна пенсия целиком уходит на оплату услуг ЖКХ. Очень много, конечно, проблем. И про горячую воду тоже сейчас пишут в интернете, в наших социальных сетях районных и городских, что вроде как уж лет настало, а все равно тариф продолжается за отопление. Ну и, соответственно, вот такой свежий пример, буквально на днях жалоба от жителей дом номер 6 по Сиреневой, что уже не две платежки пришли, а уже целых три платежки от разных управляющих компаний. Что делать? Именно от разных управляющих компаний? Да, от разных управляющих компаний. Я даже могу назвать их, в принципе, да. Это и МОСОБЛЕРЦ, это и Перспектива, это и, соответственно, Ну вот, что касается Перспективы и новой технологии, это да, но МОСОБЛЕРЦ это не совсем управляющая компания, это расчетный центр. Ну вот, жители получили три платежки, соответственно, вот от этих трех юридических лиц, так скажем. Ну, вы знаете, тут сложный вопрос, сейчас идут судебные разбирательства по новым технологиям и перспективе. Давайте это оставим правоохранительным органам, я думаю, они разберутся и найдут, кто прав, кто виноват в этой ситуации. Что же касается вообще наличия двойных платежек, да, не совсем хорошая ситуация, она продолжается, и мы это испытываем все, буквально. Я, например, до сих пор платежку не получил, понимаете. Проблем много, и в МОСОБЛЕРЦ, который вошел с, ну, скажем так, сырой программой, которая сейчас дорабатывается. Конечно, для того, чтобы все стало на свои места, нужно какое-то время. Вот, и, конечно, бывают форс-мажоры, и, конечно, очень трудно жителям это переживать, особенно старикам, но, знаете, вот не бывает все сразу хорошо, поэтому, ну, наверное, надо потерпеть. Многие задают вопрос, сколько терпеть? Не могу ответить на вопрос. К сожалению, это не совсем, скажем, мои полномочия даже отвечать на этот вопрос, но я считаю, что надо дать еще возможность и МОСОБЛЕРЦ, скажем так, на этом рынке завоевать и авторитет, наладить свои программы, потому что дело, на самом деле, нужное. Нужное. Люди, которые, в смысле, организация, которые расщепляют платежи, делают их прозрачными для того, чтобы ресурсники, ресурсоснабжающие компании получали то, что они отдают, за то, что они отдают. У нас, к сожалению, собираемость на сегодняшний день не самая высокая, поэтому процентов 60 примерно. Поэтому, ну, согласитесь, что в такой ситуации работать очень сложно, поэтому мне хотелось бы и к жителям тоже обратиться. Да, есть проблемы, но чтобы их решить, нам нужно наладить вот это взаимодействие между расчетным органом или там управляющей компанией, заплатить эти деньги. Я надеюсь, тогда за счет этого мы сможем в системе ЖКХ наладить порядок. А поскольку 40% до сих пор эти деньги не платят людей, по понятным причинам, то-то по объективным, то-то по субъективным, но пока мы вот это взаимодействие не наладим, в сфере ЖКХ будет очень сложно навести порядок. Потому что элементарно управляющим компаниям, ну, как бы им нечем расплачиваться со своим подрядчиком даже. Поэтому мы должны тут понимать друг друга немножечко. Александр Анатольевич, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего жителя. Добрый вечер. Вы в Украине. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Моя фамилия Шустикова, Татьяна Ильинична. Меня тут многие знают, откуда я звоню. Первый советский дом 6. Рядом вот сейчас я в дополнение к выступлению женщины, Валентины Михайловны, из дома 4. Она только недавно с вами разговаривала. Я тоже хочу по этому вопросу сказать, что почему нельзя сделать детскую... Она не будет стоить... Вот вы, господин Шалагинов, экономист, бухгалтер, тут она не будет стоить очень больших денег. Если сделать между нами, вот между 4 и 6 домом, детскую площадку. У нас есть площадка. Вот заделали, где 4Б рядом. Но это не площадка, а просто смех. Понимаете? И вторую площадку, вторая площадка, около 6-я. Кто, с какого бодуна могли сделать там такую площадку, где рядом проходит Пролитарский проспект. Я сама лично видела, как у ребенка мяч перескочил через линию. Хорошо, что там остановился этот самый шофер. А так бы, что? И никому дела нет. И все равно эта площадка существует. А здесь песок насыпали, лавочка и пьянка. Вот и все. И насчет колдобин. У них вот около дома колдобины, и у нас тоже колдобины. У нашего дома. Ремонта никто никогда не делал. Татьяна Алексеевна, Ильинична, прошу прощения. А вы к кому-нибудь обращались? А как же вы что? Мы писали. Мы писали. У нас была площадка, вы знаете, такая вот. Дом 4Б стоит. Там была и спортивная небольшая. Конечно, она не была такая респектабельная. Но вот была и детская площадка. Дети бегали. И была спортивная площадка. Так взяли руководители наши и поставили дом. И плевали. А мы везде ведь писали тогда. И обращались. А сейчас тоже у нас старший по дому обращается. Так что вот, дорогой, любимый господин Шалагинов, помогите. Татьяна Ильинична, давайте сделаем так. Во-первых, давайте встретимся и обсудим этот вопрос. Во-вторых, поймите правильно, в один год благоустроить весь город практически невозможно. Потому что, конечно, выделяются большие средства сегодня на благоустройство. Но у нас есть еще и другие проблемы в городе, которые мы должны решать. Поэтому вот каждый депутат практически по своему округу старался найти то место привлечения вот этих бюджетных средств, которое будет привлекать и людей, в котором можно благоустроить. Почему? Потому что не всегда двор можно благоустроить. Потому что есть какие-то коммуникации, проходящие под землей. Есть электросети. Если это все согласовано с соответствующими организациями, то проблем нет. Если это не согласовано, то тогда ищутся другие места, куда этот двор может перемести, ну скажем, прийти для того, чтобы со своими детьми поиграть. Я не знаю, как конкретно насчет вашего двора, но надеюсь, если мы плотно сейчас поработаем, то на следующий год, возможно, мы вас включим в эту программу для того, чтобы вам сделали хороший, нормальный, благоустроенный двор. Давайте пока на этом остановимся. А вообще, я вот не стесняюсь, в принципе, свой телефон давать. И потом, вы не так далеко находитесь от Совета депутатов, Советская 48. Заходите в гости, пообщаемся и решим все наши проблемы. Спасибо. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас. К сожалению, у нас нет звонка. Но вот чтобы закрыть уже тему благоустройства и строительства дорог, вопрос такой, который поднимали мы не так давно. Но это уже не внутреннее благоустройство, а, так скажем, внешнее строительство восточного дублера, о котором много говорили. Это продолжение улицы Фабречной, да, старый железнодорожный мост, и туда через Заречную, на Фряновское шоссе, вроде как, уже собирались утвердить проект. В каком состоянии находится сейчас Фабречная? Ну, вы знаете, мы выделяли средства на проектно-сметную документацию, но пока этот проект в стадии заморозки, скажем так. У меня нет точных данных, когда начнется подготовка проектно-сметной документации, поэтому средства, которые были нацелены на осуществление данного проекта, пока будут перенацелены на то же благоустройство, на те же дороги. Что же касается в целом восточного объезда и других объездов, мы сейчас ждем, во-первых, генеральный план, который, я надеюсь, будет утвержден в июле месяце. И там будет ясно уже перспективы дальнейшего развития дорожно-транспортной сети. Без транспортной инфраструктуры, конечно, город наш развиваться не сможет. Поэтому это, наверное, самое основное, и на это нацелены и усилия администрации, и депутатского корпуса. Мы все понимаем, что это очень важно. Спасибо, Александр Анатольевич. Напоминаю, что в гостях сегодня у программы «Диалог» глава городского поселения Щелково Александр Шалыгин. Напоминаю, телефоны прямого эфира нашей студии 567-1440-567-1450. Вы можете звонить и задавать свои вопросы главе городского поселения. А сейчас небольшой перерыв. Прервемся буквально на три минуты. Оставайтесь на Щелковском. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях глава городского поселения Щелково Александр Шалыгин. Еще раз добрый вечер, Александр Анатольевич. Добрый вечер. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. И у нас вот за время перерыва дозвонился еще один наш зритель. Поэтому сразу начнем, естественно, со звонка. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это беспокоит вас житель Дальнего Воронка города Щелково. Меня интересует вопрос по сносу ветхого жилья на Дальнем Воронке постройки 40-х годов. Сколько нас уже переселяют много лет и никак нам толком не говорят. Мы ходили в администрацию, узнавали сроки сноса. Все это недостоверная информация. И выяснить, вот я хотела бы у Шалыгина, как вы думаете, в какие годы ближайшие могут нас переселить в нормальное жилье из этих вот гнилушек? Вы знаете, по плану вообще до 2020 года все должны быть переселены. В этом году буквально две недели назад, две, наверное, три недели назад на детской площадке напротив рассвета, вот где кольцо у нас, знаете, на улице Комарова. Значит, были заместители, руководители администрации Никулин Никита Александрович собирал людей вот именно ветхого, аварийного, жилого фонда и разъяснял конкретно, где кто будет проживать даже до такой степени. Поэтому я вам не готов сейчас ответить, где конкретно вы, может быть, получите квартиру, но если вас этот вопрос интересует, давайте, опять же, приходите, встретимся, я вам попытаюсь рассказать про ваш конкретно дом, получить информацию подлинную. Улица Советская, 48, кабинет 17. Шалыгин Александр Анатольевич. Советская? 48. Кабинет 17? Кабинет 17, третий этаж, да. А когда вы принимаете? Вы знаете, принимаю каждый день, без остановки, хотя у меня приемные дни второй и четвертый четверг, с 11 до 13 и с 14 до 17. Спасибо. Александр Анатольевич, у нас есть еще один звонок, вот наши зрители сегодня такие активные, но, естественно, проблемы очень серьезные. Слушаем вас, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос. Я живу на Пролетарском 17. Зовут меня Галина Сергеевна. Я неоднократно обращалась на горячую линию по поводу того, чтобы мне ответили на вопрос, какая же все-таки управляющая компания имеет право обслуживать наш дом. Новые технологии или перспектива? Мы платили, я платила лично в новые технологии до мая месяца. Приходят постоянно две платежки от новых технологий и от перспективы. Не стали приходить мне льготы по кварплате. То, что я ветеран труда. Я позвонила в соцзащиту выяснить. Мне сказали, что договор заключен с перспективой. Так кому платить? Сейчас у нас стали платежки двойные по горячему водоснабжению, отоплению, капитальному ремонту. Пришли платежки в прошлом месяце от ООО Вест теплосеть, ЗАО новые технологии и неизвестно какие квитанции от МОС ОБЛ РКЦ. Квитанции пришли с баснословной цифрой и какие-то одни минусы. Галина Сергеевна, я понял вопрос, спасибо большое. Значит, вот по тем данным, которые у меня сейчас есть вот на руках, значит, ваш дом обслуживают ЗАО новые технологии. Что касается платежек, посмотрите внимательней, есть платежки, которые вам непосредственно направляют ресурсоснабжающие компании, и тогда вы платите им непосредственно, есть платежки, которые вам представляют двойные, поэтому вот сейчас вот новые технологии, я так понимаю, с компанией перспектива находятся в состоянии взаимного иска, поэтому пока этот вопрос не решится, к сожалению, возможно такая ситуация, но вот по тем данным, который у меня есть, пролетарский 17, ЗАО новой технологии. Обслуживает нас перспектива, двор убирает перспектива, этот дворник уборщица перспектива, все обслуживает, мусор вывозит, все обслуживает перспектива, и довольно-таки хорошо они обслуживают. жалоб по поводу обслуги перспективы нет, но пришли в новую технологию, там сидит один человек, документы приходили, которые Юрченко к ней видели, как на прием к президенту надо записаться, пришли получить документ, там паспортного стола нет, пришли перспективу, пожалуйста, и бухгалтерия, и паспортный стол, все там есть. Галина Сергеевна, давайте персонально с вами решим этот вопрос, может быть, потом вы будете источником информации для своих соседей, вот, вот в данный момент я не готов вам ответить на вот этот вопрос, на продолжение этого вопроса, поэтому также приглашаю вас к себе на личный прием. Спасибо, Александр Анатольевич, как видим, вот наши все зрители проснулись, если можно так сказать, с одним и тем же вопросом, по большому счету, который естественно остается все равно очень важным, но это тем не менее касается все-таки жителей многоквартирных домов, все эти управляющие компании и так далее, но в общем-то может быть не очень большой процент жителей нашего поселения, это так называемый частный сектор, владельцы домов своих собственных или даже части дома, и в черте города много таких достаточно еще пока остается у нас, в частности, не знаю, там вся улица широкая, наверное, такими застроена, и плюс те населенные пункты, которые входят в наше городское поселение ближайшее, это и деревня Набережная, Байбаки, Ледово, Краснознаменский поселок, Образцово, там практически сельские жители, у которых у многих нет и даже газа центрального, ну и тем не менее, а вода тоже в колонке на улице, вот для них что-то как-то мы можем сделать, ну если не в ближайшее время, то в перспективе как-то их, не знаю, цивилизации приблизительно. Вопросы жителей именно вот этих поселков, они одни из самых больных, действительно, вы правильно говорите, это и вопросы дорог, это вопросы воды и водоотведения, вот, освещения, вот, причем по всему городу, у нас в районе Жигалова такие дома, есть и Солнцево, так называемый поселочек, в районе Чкаловска, и то, что вы перечислили, вот, вопросы ставятся постоянно и на совете депутатов, депутатам, которые являются, ну как отвечают за тот или иной округ, на котором есть такие дома, поднимаются эти вопросы, просто опять же, исходя из очень материала емких, скажем так, это самые материально емкие вопросы, и дороги, и канализация, и вода, это все надо проводить, и газ, соответственно, все это надо делать, и естественно, что все это будет, все это, мы это помним, мы это знаем, мы об этом думаем, вот, и я думаю, что в течение полномочий, которые отведены на наш совет депутатов четвертого созыва, мы эти вопросы постараемся решить, ну, по крайней мере, хотя бы на уровне планирования, или не планирования, а введения в какую, в ту или иную программу, потому что вопрос действительно сложный. Ну, и еще один вопрос, который тоже так широко как-то наши жители не поднимает, но тем не менее, очень близок он к нам, и к городскому поселению, и в целом, к нашему району, наверное, самый военизированный, что ли, район по количеству воинских частей, по-моему, нигде такого нет, понятно, что уже многих и нет, соответственно, воинских частей, но тем не менее, остается земля от военных городков, остается имущество, и остаются, конечно, люди, которые там проживали. В последнее время очень много передает Минобороны, соответственно, муниципальным властям и те же земли, те же, так скажем, инфраструктуру тоже. Вот нас это очень касается, конечно, хотелось бы узнать, как идет благоустройство этих территорий. Благоустройство этих территорий идет так же, как благоустройство других территорий, но буквально в этом году у нас была объявлена программа губернатора по благоустройству именно военных городков. Что касается города Щелково, то на нашей территории находится на сегодняшний день два военных городка, которые включены в программу благоустройства. Это Щелково-3 и Щелково-4. Вот так вот на вскидочку вам скажу, что это чуть больше третье население города. Поэтому сейчас уже составлена дорожная карта по благоустройству этих городков, но деньги пока не выделены. Поэтому в ближайшее время этот вопрос будет решен о выделении материальных средств. Средства пойдут как на благоустройство, так и на дороги. Ну, кроме того, инфраструктура, скажем, канализация, водоотведение, все это тоже включается в эту программу. Ждем выделения средств. Как только будет понятно, какие деньги будут выделены, я думаю, с помощью и депутатского корпуса, который закреплен за этими территориями, с помощью жителей мы определим основные направления усилий и будем стараться сделать так, чтобы жизнь людей в этих городках приобрела несколько иное качество, чем было до этого. Основные проблемы там, конечно, это дороги. Ну, а теперь давайте вернемся в начало нашей программы, когда вы обозначили приоритеты, куда тратить деньги, социальные проекты. Начали мы, конечно, с такого наиболее болезненного вопроса, но остаются у нас еще, конечно, и учреждения культуры, и учреждения спорта, и много делается тоже за минувший год, сделалось и продолжает делать, я имею в виду ремонт в картинной галерее, и вот сейчас у нас новые залы открываются в историко-кроведческом музее за счет дополнительных помещений, выделенных на очереди, насколько я знаю, реконструкции комплекса Славия, там теперь наш районный драмтеатр. Вот если можно, более подробно об этих проектах. Вы знаете, что в прошлом году мы приняли на баланс в город вот эти учреждения, которые Вы только что перечислили, это и картина галереи, и музей кривический, и Щелковский драматический театр, который переместился в Славию, вот, и ансамбль распевы, и оркестр, и универсальный спортивный комплекс Подмосковья, вот, соответственно, вот на последней корректировке бюджета, опять же, были выделены средства на развитие данных учреждений. Очень много, при поддержке администрации, очень много усилий ушло на то, чтобы передать кривическому музею помещения, которые находятся над ним, поскольку в самом музее очень много экспозиционных материалов, но они, может быть, некоторые никогда не выставлялись, поэтому с приобретением этих помещений и с выделением средств на ремонт этих помещений, я думаю, в течение следующего, этого и следующего года музей приобретет несколько иной вид, и жители города, гости смогут увидеть совершенно по-другому наш музей, и познакомиться с историей и города, и в целом района. Что касается театра, я думаю, что нормальный город всегда начинается с театра. Единственное, что, может быть, не совсем удачное расположение на сегодняшний день находится нашего театра, но я думаю, после того, как там будет осуществлена реконструкция, пристроены помещения для хранения декораций, когда микрорайон Соболевка, так называемый, приобретет несколько другой вид, уже есть проекты, я думаю, что этот театр будет востребован очень, потому что, ну, когда, как не сегодня нам вернуться к духовности и к культуре, сегодня это очень востребовано. И вообще, уважаемые жители Щелкова, я хочу еще раз повторить, у нас есть замечательный коллектив театральный, у нас есть замечательный ансамбль распевы, у нас есть замечательный оркестр, и все это находится у нас в нашем Щелковском драматическом театре, и концертном комплексе, который раньше назывался Славия. Приходите, пожалуйста, цены на билеты очень дешевые, в Москву ездить не надо, могут получить удовольствие и дети, и взрослые. Что касается УСК Подмосковья, вы знаете, очень затратно вообще поддерживать данный комплекс в соответствующем состоянии. Но, извините, у нас не только районного, но и областного, и даже, наверное, федерального уровня. Он очень хороший у нас, замечательный. В этом году, скажем так, не получилось нам выделить полную сумму, но, которая потребна для того, чтобы привести его в соответствие, поскольку дорожка резиновая, она уже, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Но деньги все-таки мы выделили. Поднапряжется немножечко за внебюджетные деньги тоже немножко вложат УСК Подмосковья. Думаю, дорожку сделаем. Ну, а в перспективе, я думаю, что наше финансовое управление распределит бюджет следующего года таким образом, чтобы данным учреждением культуры и спорта хватало не только на осуществление муниципального задания, но и на развитие. Основные средства в бюджете на сегодняшний день, а он у нас ориентирован как социальный, идут у нас как раз на эти вопросы. Это культура, спорт, дороги, ЖКХ, благоустройство. Вот это основные направления. Ну, вот если возвратиться к благоустройству, наверное, каким-то одним из составных частей этой программы является и областная программа «Безопасный город» оснащение, соответственно, видеокамерами территорий, дворов, подъездов и так далее. Как у нас решается эта проблема? эта программа у нас сейчас немножко по-другому называется. Сейчас я вам озвучу, как она называется. Она у нас называется «Безопасность городского поселения Щелково». Но это уже применительно непосредственно к нам. Вот насколько безопасно жить в нашем поселении? Ну, эта программа перекликается и с другими программами, в том числе и благоустройство, потому что как ходить по темному городу, если он не освещен? Это небезопасно, поэтому соответственно эти вопросы поднимаются. Камеры, вы говорите, и камеры очень важно для того, чтобы в ситуации, когда оптимизация коснулась не только муниципальных структур, но и силовых ведомств. У нас не всегда хватает участковых для того, чтобы решать вопросы на поле, так сказать. Поэтому вопрос контроля и профилактики правонарушений стоит остро, и, конечно, наличие камер в городе, большего количества камер, чем сегодня, позволит более оптимально подходить к вопросам безопасности, если говорить о преступности. Ну, а так, вы знаете, у нас сейчас очень хороший руководитель в управлении Министерства внутренних дел, раскрываемость преступлений повысилась за последний год. Я думаю, что благодаря нашей уважаемой полиции сознательности граждан и добровольной народной дружине, которая сейчас тоже у нас развивается, мы преступность сведем к минимальной. Ну, еще один такой вопрос о перспективе, ну, скажем, ближайшей перспективе, конечно, близится, наверное, второй по значению праздник у нас в городе, в районе, после 9 мая, конечно, после Дня Победы, я имею в виду День города, День района, всегда обычно мы его отмечали в самом конце августа, в этом году перенесли на вторую субботу сентября, во-первых, хотелось узнать, да, с чем это связано, но если можно коротко, какие программы готовятся к этому дню, понятно, что не юбилей, как в прошлом году 90-летие города, но тем не менее, наверное, какие-то новые формы яркие будут, если можно коротко. Ну, я думаю, что и вы, и все жители обратили внимание на то, что последние годы, ну, скажем, последние два года особенно у нас праздники в городе, в районе, они стали как-то ярче, как-то больше людей стало приходить на эти праздники, и эти мероприятия, они сплачивают нас, сплачивают, и патриотизм какой-то появляется у людей, мы начинаем больше любить свой город. Причем на уровне малой родины, расскажем, да. Причем на уровне малой родины, да, стараемся как-то, вы знаете, вот ко мне приходит очень много молодых людей с такими патриотическими такими чувствами, которые предлагают свои услуги для того, чтобы и в волонтерском движении, и в общественном движении, и все это касается патриотизма, и любви к своей малой родине. так вот, в этом году праздник города Советом Депутатов было принято решение совместить и день города, и день района. Мы недалеко друг от друга состоим по датам, но я думаю, что такое совмещение двух праздников, оно позволит, во-первых, сэкономить финансовые средства, что немаловажно в сегодняшней обстановке экономической в целом по стране, оно позволит насытить это мероприятие, ну, более насытить его интересными какими-то мероприятиями. Вот, поэтому это здорово, праздник города, это традиция, и она должна быть. Я хочу сказать, что не всегда и не все эти мероприятия осуществляются за счет бюджета, очень много привлекается средств, за что большое спасибо руководителю администрации, он это очень здорово умеет делать, Алексей Васильевич. Поэтому вот с помощью наш комитет по культуре у нас очень здорово работает, комитет по спорту. Поэтому, я надеюсь, сценария пока нет, но я думаю, будет интересен, поэтому все жители, давайте объединимся в этот день города, придем и поздравим наш город и район с этим замечательным праздником и будем мирно дружить и созидать, строить наш город. Тем более, что осталось ждать, в общем-то, совсем недолго, меньше трех месяцев. Большое спасибо Александр Анатольевич за ответы на вопросы, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был глава городского поселения Щелково Александр Шалыгин. Спасибо, уважаемые жители, за то, что были со мной сегодня, с нами, с Сергеем. Спасибо за ваши вопросы. Я готов к диалогу и всегда жду вас и в личном приеме. Можете записать телефон, кто на слух воспринят 8-903-102-3000. Жду ваших звонков. Всего доброго. Еще раз спасибо. Напомню, это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин